Испанские страсти в областной филармонии в концертном зале прошел еще один день мира гитары. В этом году фестиваль посвятили памяти Пака де Лусии и этот концерт особенно близок по духу творчества маэстро. Зрители по-королевски знакомили с многообразием оттенков фламенко. На сцене блистали цыганский коллектив из Франции Джипси Кингс и канадский король романтической испанской гитары Джесси Кук. Фьюжн национального и музыкального на базе классического фламенко в сюжете Ольги Золотиной. Спасибо. Привет, Калуга. Это мой первый приезд в Россию. Первый концерт Джесси Кука в России и сразу Калуга. Для музыкантов всего мира этот город стал гитарной столицей страны. Благодаря фестивалю и отзывам самого Пака де Лусия, который предпочитал калужскую сцену, даже московской. Его авторитет не зыблем для виртуозов и испанской гитары. И они полностью согласны с его мнением. Фламенко – это болезнь, которую легко подхватить и трудно от нее избавиться. Канадец Джесси Кук заболел фламенко в три года, когда путешествовал с родителями по югу Испании и Франции. Ни жизнь в стране с правоходным климатом, ни музыкальные эксперименты юных лет не смогли его излечить. Болезнь прогрессировала и приняла новую форму – фьюжн фламенко. В музыке команды короля романтической испанской гитары слышатся кубинские, ирландские и арабские мотивы. Тему фьюжн фламенко уже с цыганским колоритом поддержал французский коллектив «Жепси Кингс» с акустическим проектом. Семейный коллектив каталонских цыган чтит национальные традиции, культуру и вне сцены, с удовольствием приобщая к ней всех желающих. Фламенко – это не только музыка и песня, это и танцы. Это целый образ жизни. Один из почитателей не только инструментальных традиций, но и прочей цыганской культуры был Пака Даусея. При знакомстве с семьей Рейс он восхищался их творчеством и цыганским супом. В суп кладется либо говядина, либо эта курица, обязательно целая. И все овощи, что вы найдете. Можно положить макароны. Только пообещайте его завтра приготовить, и, возможно, мы придем его отведать. А вообще рецепт цыганского супа секретный. Но Пака Даусея он точно нравился. Каждый раз, приезжая, просил его приготовить. Тонкости кухни так и остались загадкой. А вот духом музыки фламенко гитаристы поделились без остатка. Испанская культура поглотила зал, который уже не мог слушать концерт, просто сидя в креслах и сдерживать эмоции. Отлично! Прекрасно! Ольга Золотина, Андрей Сомов, телекомпания НИКТВ.